Итоги 6 августа в материалах корреспондентов телеканала «Регион-29» в программе «Автограф дня» прямо сейчас. В студии Анна Рязанова. Здравствуйте! А вот некоторые темы выпуска. Главная тема дня – настоящее бедствие для сельхозугодий региона. Сотни гектаров земли в Архангельской области захвачены борщевиком. 44 лесных пожара зарегистрировано в регионе за прошлую неделю. С 4 августа в области вновь введён особый противопожарный режим. Время для агитации поделили шесть политических партий и 108 кандидатов. В область в Биркоме прошла жеребьёвка бесплатного эфирного времени. История столицы Поморья в лицах. В свет вышла книга «Моё имя – Архангельск», о чём хотели рассказать жителям её создателя. На участие заявилось свыше 40 архангельских баскетболистов. На площадке в округе Воравино-Фактория прошёл турнир по стритболу. 44 лесных пожара зарегистрировано в регионе за прошедшую неделю. В половине случаев причиной возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности человеком. Нередко огонь вспыхивает из-за грозы. 4 августа после небольшого перерыва в регионе вновь введён особый противопожарный режим. Он устанавливает запрет на посещение лесов. Ситуацию с лесными пожарами обсуждалось сегодня на еженедельной планёрке в правительстве региона. Прошу обратить особое внимание на всё, что связано с особым противопожарным режимом в лесах, касаясь всех без исключения и городов, и сельских наших населённых пунктов. Поэтому всё, что связано с работами ваших административных комиссий, совместными рейдами, ряд пожаров происходит только из-за того, что люди в лесах разводят костры и не соблюдают требования противопожарной безопасности. Всего с начала года в лесах Архангельской области произошло 109 лесных пожаров на площади 838 гектаров. Благодаря оперативному выявлению ликвидации возгораний значительного ущерба пока удаётся избежать. В Котласе фирма без лицензии выдавала потребительские займы. В нашем регионе это первый подобный прецедент. Котласской межрайонной прокуратурой установлено, что правовая компания «Финар» в течение года заключила с физическими лицами более 50 целевых договоров займа на сумму свыше 150 миллионов рублей. Правда, по уставным документам заниматься этим компания «Финар» не имела права. По фактам выявленных нарушений руководителю «Финар» внесено представление об устранении нарушений и недопустимости в дальнейшем осуществления деятельности в сфере потребительского кредитования. Также межрайонным прокурором в отношении «Финар» возбуждено дело о административном правонарушении, предусмотренном статьей 1456 Кодекса административных правонарушений, незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, которые рассмотрены мировым судом, и виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Компания «Финар» выдавала котлашанам потребительские кредиты под 18% на срок до 90 дней. Возврат займа погашался за счет средств материнского капитала. С завтрашнего дня для проезда будет закрыт проспект Обводный канал между улицами Вологодска и Шубина. Ограничение для движения транспорта продлится два месяца. Причина – ремонт теплотрассы. В связи с этим автобусы номер 6, 65 и 75 будут ходить в объезд. Информацию об измененных маршрутах можно найти на сайте администрации Архангельска. Настоящее бедствие для сельхозугодий региона. Сотни гектаров земли в Архангельской области захвачены борщевиком. Людям приходится бороться с ним своими силами, ведь специальной программы по уничтожению ядовитого растения в регионе пока нет. Виталий Барашков узнал, кто побеждает сейчас в тихой войне с опасным сорняком. Эту войну активистки Совета ветеранов села Шангала ведут уже 7 лет. Освобождают территорию возле памятника Ленина от борщевика Сосновского. Пожилым женщинам приходится выкашивать живучее растение по 5 раз за лето. Это надо браться всем вместе и сообща, потому что заросли по всей России этого борщевика очень большие. Я думаю, что вот такими маленькими усилиями мы будем хоть немножко как-то с ним бороться. Разросшийся борщевик – проблема не только Устьянского района. Он захватывает территории и в других муниципалитетах области. По некоторым оценкам, в европейской части России ядовитый сорняк занимает более миллиона гектаров. Изначально еще в Советском Союзе это растение культивировалось и считалось перспективным для кормов скоту. Но с 2012 года статус сельскохозяйственной культуры борщевик утратил и был признан сорняком – плодовитым, живучим и опасным. Можно нести серьезные повреждения человеку, так как листья и плоды этого растения содержат эфирные масла, в которых концентрируется фура кумарины. И при взаимодействии с кожей человека могут быть серьезные ожоги первой, второй и третьей степени. Причем проявиться они могут не в тот же день, а через день-два. Борьба с борщевиком Сосновского ведется сейчас во многих регионах России. Например, в Ленинградской области действует целевая программа по уничтожению опасного растения. На нее с 2011 по 2015 год было потрачено 163 миллиона рублей. В этом году впервые деньги на борьбу с борщевиком выделило и Подмосковье. В Архангельской же области централизованной программы нет. Чтобы оградить от посягательств борщевика свои участки, людям приходится рассчитывать на личный энтузиазм, традиционные косы и народные средства. Я говорю, надо как-то нам что-то делать. И вот сосед у нас с мульников, с ничей, он и говорит. Я так, говорит, срубил, там покупали немножко в земле, там досталась такая трубка, и говорит, надо насыпать соли, насыпать соли, чтобы сверху на землю с горочкой. Такси, говорит, нету. Определенные наработки в регионе все же имеются. Специалисты агрохимической станции Архангельская начали обращать внимание на очаги произрастания борщевика в области с 2015 года. Ими подробно исследовано три района – Шенкурский, Онежский и Верхнетоймский. Агрономы станции заполняют специальные карты, где отмечены как сельскохозяйственные угодья, так и ареалы, занятые борщевиком. По трем районам площадь зарастания борщевиком Сосновского получается в районе 153 гектаров. Это мы только рассматриваем земли сельскохозяйственные угодья. Это не касаясь земель поселений, земель, занятых под лесами, земель запаса. Это только на сельхозугодиях. Самый большой участок с борщевиком, который удалось заметить специалистам, занимал площадь примерно в 10 гектаров. Это 14 футбольных полей. Для наблюдения за столь колоссальными плантациями агрономы используют беспилотник. Работа ведется совместно со специалистами архангельского филиала Россельхозцентра. Также рассматриваются в этой программе методы борьбы с борщевиком, так как скашивание не дает определенных результатов. Для борьбы нужны определенные методы более сильного воздействия, такие как, допустим, применение гербицидов. Средства на химическую обработку и другие методы, например, на посадку вместо уничтоженного борщевика многолетних трав, довольно дорогостоящие, и без поддержки государства не обойтись. Точечные усилия никак помешать распространению сорняка не смогут. В год он дает десятки тысяч семян, переносимых ветром. Так что свою маленькую войну с борщевиком жителям поселка Шангалы и других населенных пунктов области придется везти еще долго. Оно хоть прилично, хоть здесь у нас он не растет. А было здесь у нас лес, вот точно такой же лес был. Но теперь вот этого леса нет. Ну уж мы сказали, будем пока живы, будем работать и будем трудиться. Виталий Барашков, Ольга Бобина, Сергей Минин, Регион 29. Сегодня определилась очередность расположения названий политических партий в избирательном бюллетене на выборах 9 сентября. Для этого в обл. избиркоме провели жеребьевку. Конверт с порядковым номером внутри выбирали представители партии. Правда, не все они смогли присутствовать на процедуре. В порядке жеребьевки предусмотрено, что если отсутствует представитель политической партии, то по решению комиссии, член комиссии вытаскивает за эту партию конверт. Поэтому все прошло в рамках порядка и закона. Поэтому вот такой получился у нас бюллетенец с наименованием партии и с номерами партии. Согласно жеребьевке, политические партии в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке. Под первым номером Коммунистическая партия Российской Федерации, далее Справедливая Россия, Единая Россия, Коммунисты Россия, Партия Родина и ЛДПР. Также в обл. избиркоме провели жеребьевку бесплатного эфирного времени среди кандидатов депутата регионального парламента. Полем для дебатов станет эфир телерадиокомпании Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Время для агитации поделили шесть политических партий и 108 кандидатов депутата областного собрания седьмого созыва. Всего на каждом месте телерадиоканала будет предоставлено 600 минут для партий и для кандидатов. Половина этого времени отдается под агитацию для партий. И, соответственно, 150 минут из этого времени будет отдано для проведения совместных мероприятий и дебатов. Дебатов среди кандидатов на телевидении не будет. Слишком много человек претендует на депутатское кресло. Время для потенциальных избранников будет выделено лишь на агитационные ролики. Их начнут размещать в эфире с 13 августа, хотя сама агитация стартует 11 числа. По закону, предвыборная агитация в выходные и праздничные дни по ТВ и радио запрещена. Закончится же она в полночь с 7 на 8 сентября. Подготовка к единому дню голосования идет во всех районах области. Сегодня наш репортаж из Няндамского района. Владлена Романова продолжит. Няндамский район готовится к единому дню голосования. В этом году жители здесь выбирают представителей в областной парламент, а также депутатов в районный совет. В настоящее время нами зарегистрировано 23 кандидата по шести одномандатным округам и 26 кандидатов, выдвинутых четырьмя политическими партиями. Ожиданий к народным избранникам у местных жителей накопилось немало. Жду от наших депутатов, это забота о наших гражданах, чтобы город наш развивался, чтобы было чисто в городе. И в первую очередь дороги и рабочие места, так как отток населения начался с нашего района. Хотелось бы улучшить жизнь наших граждан. Состояние дорог и содержание улиц – не единственное, что беспокоит жителей района. Помимо бытовых условий, молодежи не хватает пищи для души. Началось благоустройство города, и это очень радует. Хотелось бы, конечно, чтобы и продвигали культуру в Няндаме и в Няндамском районе. Сегодня в Няндаме активно обсуждаются проекты по созданию культурно-спортивных зон для семейного отдыха. Так, в частности, местная администрация планирует возродить когда-то популярную лодочную станцию «Островичная». Но не стоит забывать и о существующих объектах. У нас есть в таком заброшенном состоянии дом офицеров, бассейн. Мне бы хотелось, чтобы для молодежи было куда ходить, чем заниматься. Приезжала комиссия, смотрела, но до сих пор никаких сдвигов нет. Решение этих и других проблем во многом зависит от активности самих избирателей. Мы к выборам готовы. Прошлые выборы показали, результаты хорошие. Мы должны выполнить свой гражданский долг и избрать достойных кандидатов. Голосование в Няндамском районе будет проходить на 27 участках, на которых ожидаются 23 тысячи избирателей. На территории также зарегистрировано свыше полутора тысяч маломобильных граждан. Данная категория избирателей может проголосовать на любом участке, но для удобства нами будут, так же, как и на всех предыдущих выборах, открыты специальные участки, специально оборудованные участки, где есть пантусы, подъемники. Уже сегодня в территориальной избирательной комиссии работает пункт приема заявлений о голосовании по месту нахождения. В настоящее время в ТИК работает пункт приема заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения. Также такое заявление можно подать и в многофункциональном центре моей документы. Кто может подойти к нам с подачей такого заявления? Это любой избиратель, который зарегистрирован на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. А с 19 августа в районе откроются участковые избиркомы, где гражданам будут подробно рассказывать о выборной процедуре. Владлена Романова, Александр Зуев, Регион 29. Промышленность в России развивается и во многих отраслях может дать фору своим зарубежным коллегам. Герой нашего следующего сюжета не только уверен в этом, но и пытается доказать это армии своих подписчиков. О ком и о чем речь раскроет интригу Алексей Карельский. К нам приехал, к нам приехал. Нет, не владелец заводов газет-пароходов, но человек, который знает, из чего они сделаны и как работают. Промышленный блогер, да, бывают и такие, Игорь Ягубков. Оду важнейшей отрасли экономики он поет не на Ютьюбе, а в живом журнале, в проекте «Завод фото». За плечами у Игоря не только рюкзак с фотоаппаратом, но и более 350 предприятий. Правда, чтобы попасть куда-то, в основном приходится звонить, стучать, пороги околачивать. В этом году, например, разослал информацию о своем блоге по торгово-промышленным палатам страны. Из всех торгово-промышленных палат в России, которые я закидал, ответили всего три. Одна из них, вот, краса, архангельская. Северяне, как в известном фильме, обогрели, подобрали. В смысле, подобрали Игорю полтора десятка предприятий. В первый же день блогер оценил пищевую промышленность и масштабы нашего ядерного счета на примере Северодвинска. У нас есть мнение, да, что у нас в стране все плохо, там промышленности нет, там и так далее. То есть, когда вот приезжаешь на наши отечественные заводы, да, вот были мы сегодня на МОКе, отличное оборудование стоит, все это новое, современное, там еще что-то там модернизируется. Просил МАШ, что можно сказать? То есть, они делают лучшие в мире подводные лодки, там, подводные корабли. То есть, это обалденные, мощные предприятия. И точки роста в Архангельской области они есть. В путевом листе Игоря и АЦБК, и САФУ, и алмазодобывающие предприятия, и соревнования лесорубов. Ведь благодаря блогеру о них узнают тысячи его подписчиков. Игорь, я полистал ваш блог, вот выписал для себя цитату в сокращенном виде. Станция углевания на основе установок разгрузки и растаивания биг-бегов для приготовления угольной пульпы. Отсюда вопрос, читатели вашего блога, кто они? Ну вот смотрите, так сказать, то есть, отчитатели разные. От домохозяйки до, там, топ-менеджмента, до губернаторов, там, и так далее. Потому что я рассказываю не только про такие сложные заводы. Допустим, как делается молоко, как печется хлеб. Сам Игорь печется не только о светлом облике отечественной промышленности, но и о светлом будущем семьи, которую он активно вовлекает в блогосферу. Вояжи на заграничные предприятия Игорь отдает на откуп супруге Светлане. Впрочем, львиную долю работы, тире, хобби, все равно забирает себе. Когда вот приезжаю на любой завод, какой я уставший, не уставший, захожу от двери завода, у меня включается батарейка, я бегаю. Свой аккумулятор Игорь будет подзаряжать в поморье 10 дней, параллельно выплескивая накопившуюся энергию на страницах своего блога. Ищите по адресу заводфото.ру. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. Сейчас ненадолго прервемся на блок потребительской информации, а затем продолжим. Ажиотаж в торговом зале магазина «Мега Хэнд» привычное дело. Особенно в честь открытия «Мега Хэнд» теперь и в Северодвинске. Ассортимент здесь обновляется каждые две недели, а прогрессивная система скидок на каждый день мотивирует чаще обновлять гардероб. Тем более, что вещи в «Мега Хэнд» часто уникальны и в единственном экземпляре. Вопреки стереотипам, вещами, бывшими в употреблении, мы пользуемся каждый день. В ресторанах, гостиницах, поездах и даже на рабочем месте в офисе. В «Мега Хэнд» много секонд одежды известных брендов, а часть ассортимента – абсолютно новые стоковые вещи, не проданные в европейских магазинах. Здесь можно одеться всей семьей. Огромный выбор женской, мужской и детской одежды. Широкий размерный ряд и очень привлекательные цены. Я пришел за качественными вещами, чтобы я надел и сразу понимал. Большинство вещей я беру для спорта, для велосипедного или для бега. В России магазинов «Мега Хэнд» уже больше ста, и теперь среди них и магазин в торговом центре «Парус». В Северодвинске на железнодорожной – 41. За выгодными покупками сюда можно наведаться ежедневно – с 10.00 до 20.00, а в день скидки до 90% – с 10.00 до 18.00. Вы смотрите «Автограф дня», продолжаем. История столицы Памурия в лицах – так можно охарактеризовать недавно вышедшую в свет книгу «Мое имя Архангельск». Она представляет собой фотолетопись города. Алексей Карельский пообщался с ее создателем и первыми читателями и выяснил, в чем ее главная ценность. В этом году почти две сотни выпускников архангельских школ стали счастливыми и заслуженными обладателями не только золотых и серебряных медалей, но и памятного подарка. Глава столицы Памурия Игорь Годзиш вручил им книгу «Мое имя Архангельск» без преувеличения уникальную фотобиографию города. Посмотрите ее, почитайте ее. Там чувствуется любовь. Любовь человека, который эту книгу делал. Автор книги и его детище встречает нас в издательстве СК «Столица». Алексей Сухановский в особом представлении не нуждается. Журналист, краевед, а главный человек, неравнодушный к истории Малой Родины, годами собирал фототеку, чтобы многогранно показать разные вехи развития Памурия. Личность и общество, труд и быт. Старый и новый Архангельск – знаковые страницы нашей летописи. Фотография первого полета в Архангельский аэроплан летчика Васильева, который взлетает с летного поля около Александра Невских казарм. Теперь это стадион труд. Авиация, мореходство, Арктика – на страницах фотобиографии множество тем. Кстати, это уже третье ее издание, переосмысленное и наполненное новыми образами и судьбами. Фотографии тоже некоторые власть на человеке имеют. Появляется чувство времени и чувство тех людей, которых давно на свете уже нет, но тем не менее они становятся тебе ближе, дороже, и ты лучше понимаешь, что место, в котором ты живешь. В этой книге есть часы на Троицком проспекте, под которые мой отец назначал маме свидание. То есть она близка, скажем, каждому конкретно, ну и всем вообще. Я так думаю. Не только близка, но и просто необходима. Всем и каждому, считает журналист и краевед Сергей Доморощинов. Нужна людям, которым интересен Север, которые любят Север, любят Архангельск. Важно это все для того, чтобы самим как-то жить получше, поинтересней. На кого-то равняюсь, так сказать, на кого-то оглядываясь, кого-то вспоминая. Разглядывая страницы книги «Мое имя Архангельск», вспоминает свою молодость и Дмитрий Трубин. Заслуженный художник России, в первую очередь, высоко оценил визуальный ряд и стиль, в котором выдержаны издания. Я так от цветной фотографии устал. Черно-белая фотография, отсылающая к прежнему времени, не только куда-то в начало века, а даже к времени, которое я еще застал, там какие-то 60-е, 70-е годы, какие-то фрагменты улиц, фрагменты, да просто даже типажи людей, которые были тогда, 60-е, 70-е, 80-е годы, здесь все это есть. Это то, чего так не хватает сегодня нашему городу. Памяти о самом большом и главном, чем может гордиться Архангельск. Эти слова, листая пилотный экземпляр, произнес Владимир Крупчак. Именно к члену совета директоров группы «Компании Титан» обратились создатели книги в надежде на ее издание. Группа «Компании Титан» и Владимир Ярославович Крупчак оказывают помощь в издании не каждой книги, а именно те, кто цепляют. Именно эта книга «Мое имя Архангельск», она является историей, становлением, развитием нашего Архангельского края. И это для нас не просто меценатство, это для нас не спонсорство, это лекарство от беспамятства. В итоге свет увидела тысячи книг. Помимо медалистов, фотобиографию Архангельска получили сотрудники группы «Компании Титан» из разных уголков области. Часть тиража передали в детские дома. Впрочем, создатели проекта не исключают. Если на книгу будет спрос, печатный станок снова заработает. Алексей Карельский, Евгений Языков, Ольга Красулина, Денис Линчевский, Регион 29. Не дня без спорта. По таким девизам проводят лето жители округа Варавина-Фактория. В выходные Архангельский траловый флот совместно с Центром развития спорта «Водник» организовали турнир по стритболу 2 на 2. Подробности у Михаила Меньшинина. Первый за долгое время прохладный день все равно получился жаркий. На площадке в округе Варавина-Фактория при поддержке Центра развития спорта «Водник» был организован турнир по стритболу 2 на 2. На участие заявились свыше 40 архангельских баскетболистов. Народу набежало много. У нас 21 команда. Потому что для того, чтобы всех удовлетворить, чтобы всем было количество поиграть, мы разделили на 6 подгрупп. В каждой группе, когда они будут играть в круг, каждый с каждым, получается, количество игр играть будет по 10 минут на двух кортах. В отличие от баскетбола, в стритбол играют на одно кольцо, а потому темп здесь намного выше. Вдобавок, многим приходится быстро привыкать к манере игры незнакомых соперников. Были и те, кто брал реванш у старых оппонентов. Соперники все сильные. Было тяжело. Потому что они наши соперники и по чемпионату. Часто им уступаем. А здесь повезло. С первых игр стало понятно. На турнире баскетболисты не просто хотят победить. Важно показать красивую игру. Игроки команды «Псалтырь» Иван и Роман разыгрывали сложные комбинации. Бросались за пределы в трехочковой. Как итог, уверенная победа в первой игре. Если считать всех вообще, среди всех игроков, то может быть даже ближе к самому верху. Технически точно так. Может, конечно, что-то повыше, потяжелее. Но если думать, что делаешь, грамотно все, то все вполне возможно. Главное – показать себя с лучшей стороны. На турнир команды приглашали через соцсети. При этом никаких требований или ограничений по возрасту к любителям лучшей игры с мячом не было. Среди участников нашлось место и женской команде. Алиса и Наталья в баскетбол играют в школьной секции со сверстницами. Здесь не побоялись сыграть против юношей. Почему нет? Опыт. Что-то новое узнать. Интерес. Но не более опытнее, чем мы. Выше, чем мы. Это сложнее. На турнире команды борются за призы от главного спонсора соревнований – Архангельского тралового флота. Траловый флот всегда за поддержку здорового образа жизни. Если в округе строятся спортивные объекты, и траловый флот помогает их строить. Мы стараемся на благо жителей округа. И в последнее время очень поддерживаем спорт в нашем городе. Есть своя команда на майскую эстафету. За день команды провели групповой этап и определили шесть финалистов. Из-за дождя финальный раунд пришлось перенести. Теперь лучшая стритбольная команда Архангельска станет известна в эту среду, 8 августа. Решающие игры пройдут на стадионе труд. Михаил Меньшинин, Сергей Минин, Регион 29. Такие новости сегодня. Всего вам самого доброго. До свидания.